Fortnite больше никогда не вернётся на iOS. Ола Амигас, на связи Матвей, и сегодня я к вам с очень печальными новостями. Сразу извиняюсь за громкую музыку, на соседнем участке дикой тусовкой ничего не могу поделать. Сегодня будет достаточно печальное видео, потому что стали известны результаты суда Apple и Epic Games, и они далеко не радужные. Официально Epic Games суд проиграли, но при этом цели, которых они добивались, по итогу достигнуты, но в Fortnite до сих пор нет в App Store. Что вообще происходит? В общем, в этом видео постараюсь всё кратко и понятно объяснить, чтобы вопросов больше не возникало. Ну а также расскажу, почему Fortnite больше никогда не вернётся на iPhone и iPad, и почему эра Fortnite Mobile официально завершена. Ну а перед тем, как мы начнём, хочу обратиться лично к тебе. Мой дорогой зритель, если ты впервые на моём канале, и тебе хоть немного интересна тема с Fortnite Mobile, то обязательно оформляй подписку. Потому что в наши дни мобильный Fortnite постепенно умирает, и только твоя подписка на этот канал сможет всё исправить. Также обязательно поддерживай наше единственное мобильное сообщество игры в ежедневном магазине Fortnite. Тег автора Motivcar смело води и покупай исключительно с ним. Ну а вот первый и рандомный комментарий из последнего видео на канале. Кстати, чем больше комментариев ты оставишь под этим видео, тем выше твой шанс попасть в следующий ролик. Поэтому спам разрешён. Надеюсь, вы меня поняли, и теперь давайте наконец-таки перейдём к сегодняшней теме. Уверен, такого вы ещё точно нигде не слышали. Эпигеймс Начнём, пожалуй, с того, что Эпигеймс проиграли суд. Главный судья по этому делу не нашёл никаких признаков монополии со стороны яблочной компании, поэтому Эппл здесь правы. Но Эпигеймс добили свои цели, ради которой, в принципе, и начали это судебное разбирательство. А именно, способ оплаты прямиком разработчику игры. Насколько мы должны помнить, то весь конфликт начался с того, что Эпигеймс добавили второй способ оплаты своей внутриигровой валюты, обходя 30% комиссию App Store. И всё судебное разбирательство Эпигеймс добивались того, чтобы Эппл убрали эту комиссию и дали возможность людям платить прямиком разработчикам. По итогу суд признал это решение верным, и отныне при покупке любой подписки, любой донатной валюты, в любом приложении или в любой игре в App Store, вам будет предложено два варианта оплаты. Первый это традиционный, то есть, как обычно, через App Store с 30% комиссией, и второй это прямиком разработчику, либо по почте, либо другими способами. Но тут у вас возникает вопрос, почему же в таком случае Эпигеймс проиграли, и Фортнайта до сих пор нету на айфонах и айпадах? Здесь всё предельно просто. Когда эпики только завозили Фортнайт на iOS, они подписывали у Apple отдельное соглашение, что обязуется выполнять все правила этого сервиса. То есть, они прекрасно понимали, что у них в игре на донаты будет отдельная комиссия, и они на это сами согласились. Вопреки этому, они добровольно нарушили ранее принятые соглашения, и именно поэтому проиграли суд. На этом суд закончился, и при этом судья абсолютно ничего не сказал по поводу возвращения Фортнайта на iOS. Получается, что до сих пор Apple в полном праве не возвращать Фортнайт в App Store. А вернётся игра или нет, уже зависит от личных взаимоотношений руководителей компаний. По крайней мере, компания Apple требует от компании Epic Games компенсацию в целых 4 миллионов долларов за то, что те, в свою очередь, всего на пару дней включили альтернативный способ оплаты вибаксов в своей игре, когда это было ещё запрещено. Здесь Apple правы, потому что эпики нарушили соглашение, которое сами же и приняли, при этом принеся компании Apple достаточно большие убытки. Именно за эти убытки Apple и обязует платить компанию Epic Games. В принципе, на этом моменте конфликт мог бы спокойно закончиться. Эпики всего-навсего бы просто выплатили эти несчастные 4 миллиона долларов компании Apple, а поверьте мне, в мерках компании это маленькие деньги, и Фортнайт спокойно бы вернулся в App Store, при этом с альтернативным способом оплаты вибаксов. Но нет, Тим Суи не считает себя правым, поэтому принял решение отклонить данное обвинение и продолжать данный конфликт, доведя его до конфедерального суда США. Да, кстати, и тут мы подошли к теме, когда же всё-таки Фортнайт вернётся на iOS. Понимаете, дети, в этом конфликте каждый считает себя правым. Но правым по итогу, как всегда, окажется компания Apple, потому что они просто не умеют проигрывать. Но компания Epic Games настолько упёртая, что даже когда судья сказал, что они не правы, они всё равно продолжают настаивать на своём, ну и, конечно же, ни с чем не соглашаются. Из этого делаем вывод, что такими темпами Фортнайт никогда не вернётся на iOS. Эти новые судебные разбирательства могут затянуться на 2, 3, 4 и даже 5 лет. Поэтому, если компания Epic Games не признает своё поражение, о возвращении Фортнайта и речи идти не может. Ну а почему же я считаю, что эра Фортнайт Мобайл официально завершена? Я не раз утверждал, что комьюнити Фортнайт Мобайл в преимуществе состоит из игроков на iOS, а именно 85% игроков. Во времена до этого конфликта, когда Фортнайт был доступен в App Store, были отдельные мобильные сервера, были отдельные мобильные кэшкапы, ну и в общем комьюнити Фортнайт Мобайл спокойно жила и развивалась пуще самого Фортнайта. Ну а сейчас, когда Фортнайта нет на iOS, вы всё сами прекрасно понимаете. Оптимизация на Android просто ужасная. Самих игроков в Фортнайт на Android очень маленькое количество. Нет, не то чтобы отдельных турниров для Android игроков, кроме единичных, даже мобильных серверов в Фортнайте не существует. Сейчас Фортнайт Мобайл является неким андеграундом. Допустим, если про тот же PUBG Mobile все прекрасно знают и ежедневно в эту игру играет более миллиона человек, так Фортнайта ещё в придачу нет в плеймаркете. Его нужно качать через какой-то там сайт, принимать там какие-то соглашения, в общем весь этот геморрой. Обычным юзерам просто взападло это делать, им просто легче скачать тот же самый PUBG Mobile или колду. Поэтому без официального присутствия Фортнайта в веб-стор или плеймаркете, эта игра будет вечно оставаться в тени и никогда не наберёт свои обороты. Поэтому я считаю, что Epic Games обязаны с достоинством принять своё поражение и вернуть Фортнайт на все мобильные устройства, не только в веб-стор, но и в плеймаркет. В противном случае про Фортнайт Мобайл можно смело забыть. На этом у меня пока что всё, ребята. Огромное спасибо за просмотр, обязательно делитесь своим мнением по поводу этого в комментариях. Ну а если именно ты хочешь колявный лайк лично от меня, то обязательно в комментариях пиши хэштег SaveFortniteMobile. Только так я пойму, что ты досмотрел это видео до конца, ну и конечно же все подобные комментарии я обязательно лайкну. Ну а по традиции с вами как всегда был Матвей, надеюсь мобильный Фортнайт будет жить. Субтитры создавал DimaTorzok